У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте! Сегодня 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Главная тема этого выпуска. Днем 22 сентября украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Факт удара подтвердил губернатор города Леонид Развожжаев. В соцсетях опубликованы фотографии и видео, сделанные очевидцами. На них видно, что над штабом на улице Воронина поднимается дым, а само здание серьезно повреждено. В российской Минобороны заявили, что один военнослужащий считается пропавшим без вести. Всего два дня назад в СССР нанесли ракетный удар по другому объекту российского Черноморского флота в районе села Верхнесадовое, в нескольких километрах от Севастополя. Российские власти аннексированного Крыма заявили тогда, что все ракеты были сбиты, но спутниковые снимки подтвердили, что в СССР удалось разрушить здание на территории военного комплекса. Как удалось установить радио «Свободы», там располагается запасной пункт управления Черноморским флотом. Об этом я поговорил с одним из авторов расследования, Марком Крутовым. — Расскажите, пожалуйста, что сопровождало эту атаку? Насколько я понимаю, местная власть российский губернатор аннексированного Севастополя говорил, что никакой атаки не было, то есть что ракеты были сбиты. — Да, об этом говорил губернатор аннексированного Севастополя Разважаев. Там вообще интересная история, потому что этот объект находится ровно на границе административной Севастополя и Крыма. Это и до аннексии были два разных субъекта территориальных и сейчас, поэтому власти их пытаются постоянно переложить друг на друга, что называется, ответственность за происходящее. — Ну да, Разважаев сказал о загоревшейся траве. Это не первый раз, когда российские власти отрицают какие-либо поражения этими ракетами, любыми другими ракетами, дронами и так далее. А потом оказывается, что на самом деле это поражение было. Удар, как можно судить по видео очевидцев, был нанесен ракетами «Штормшедл», которые были замечены летящими над Крымом, и пришелся аккурат в военный объект к северу от Севастополя, где, как выяснилось, находятся два военных объекта. Собственно, это 744-й центр связи Черноморского флота и защищенный и запасной командный пункт Черноморского флота. И об этом же говорили с самого начала и украинские источники. И спутниковые снимки позволяют подтвердить, что именно этот командный пункт был частично разрушен в результате удара. Впрочем, как нам удалось выяснить, командный пункт устроен так, что у него есть, естественно, подземные этажи, какой-то бункер. Но построен он был довольно давно, и конструкция эта, как говорят свидетели, с которой там служили в советское время, еще не очень прочная. Именно поэтому в 90-е годы, еще до распада Советского Союза, начали строить новый командный центр, более мощный, который должен был выдержать удар НАТО, потому что считалось, что НАТО именно по этому командному центру нанесет в случае войны первый удар. Об этом, в частности, нам рассказал Юрий Лучинский, бывший депутат РСФСР и потом членов Верховного Совета России, который вот в этом войсковой части служил не в командном центре, а в узле связи. Юрий Лучинский служил в начале 1970-х годов на приемном центре связи Черноморского флота, который был известен по народным названиям «Лафет» по радиопозывному центру. Вот что он рассказал. Прилетело не по «Лафету». «Лафет» — это приемный центр узла связи штаба флота. Располагались мы по соседству «Лафет» и вот этот самый ЗКП флота. Между другом они так примерно в километре. И вот казарм жилых, где мы жили вместе, и те, и другие, тоже примерно по полкилометра. «Лафет» не в здании. Он при мне находился в таком типа землянке, на два этажа в землю, врытое, забетонированное помещение, таким небольшим холмиком над землей, небольшим бетонным перекрытием сделана крыша. И примерно такого же, ну, такого же типа было здание вот этого ЗКП, только, естественно, гораздо больше. Если еще «Лафет» находился на вершине, как бы, холма, а вот здание ЗКП было укрыто в такой небольшой лощинке или балке, все это было наверху таких вот крымских гор, отрогов невысоких. От моря, может, метров 200-300 высота. Но «Лафет» находился на открытой местности, а это самое ЗКП в балочке такой. То же самое, забетонированное подземелье, но с не очень сильными перекрытиями. И если бы прилетела, если бы ракета прилетит в крышу, то, конечно, разнесет там все равно все хорошо. Сопоставляя описания Юрия Лучинского и спутниковые снимки местности, можно уверенно утверждать, что украинский удар разрушил именно часть здания запасного командного пункта. Но насколько активно он эксплуатировался, неизвестно. Продолжает мой коллега Марк Крутов. Так что сложно сказать, какой именно ущерб был нанесен. СБУ говорит о том, что есть погибшие, но официального подтверждения этой информации нет. Надо сказать, что это уже не первый такой удар. И все они обращают на себя внимание тем, что является подтверждением украинской страны совместными акциями сразу нескольких ведомств. Например, если речь идет о ракетах «Нептун», то это, как правило, военно-морские силы. Если речь идет о ракетах «Штормшадоу», это может быть и Главное управление разведки Украины совместно с ВМС, совместно с СБУ, потому что проводится сначала разведывательная работа, какие-то группы, вот как было в случае с ударом по сухому доку в Севастополе, якобы высаживаются где-то на катерах, используются дроны. Поэтому одно ведомство такую масштабную операцию провести не может. Вот и в этом случае тоже речь идет предположительно совместной акции СБУ и военно-морских сил Украины. Вы упомянули о других ударах ВСУ по объектам на территории Крыма. Как минимум, два из них были нанесены по системам ПВО, причем довольно современным, С-400, как я понимаю. Можно ли сказать, что именно разрушение этих пунктов, позиций ПВО позволило Украине в дальнейшем атаковать уже другие объекты, которые стали менее защищенными? Как вы считаете? Ну, во-первых, Россия утверждает, что в обоих случаях были поражены не С-400, а С-300. Во-вторых, я не военный эксперт, но я скептически отношусь пока к тому, что эти удары как-то серьезно осложнили для России в аннексированном Крыму проблему перехвата украинских ракет, потому что в обоих случаях речь идет всего о двух выведенных из строя пусковых установках. Причем в случае с ударом по Оленевке даже неясно точно, была ли это пусковая установка. Некоторые украинские источники говорят, что это был радар. Скорее речь идет о том, что эти системы ПВО, впрочем, как и любые системы ПВО, не идеальные и не очень хорошо пока справляются с атаками крылатых ракет, таких как «Штормшедоу». При этом Великобритания, которая предоставила эти ракеты, она не ставила в качестве условия то, что украинские будут наносить ими удары по территории Крыма. Да, не ставила. Такого условия не ставилось, на это все обращают внимание. Но, опять же, отмечу, что эти удары наносятся не только ракетами «Штормшедоу», но и украинскими «Нептунами», такой же ракетой, которая поразила в прошлом году флагманский корабль Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва». Это был соавтор расследования об ударе по запасному командовому пункту Черноморского флота мой коллега Марк Крутов. Накануне в Вашингтоне прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. После этой встречи Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 325 миллионов долларов. В этот пакет, в частности, войдут новые средства ПВО, о которых просил Владимир Зеленский. А вот ракет «Атакамс» в пакете не оказалось. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что решение поставки «Атакамс» все еще может быть принято в будущем. Американские СМИ рассказывают, что нынешний визит Зеленского в США оказался более напряженным, чем предыдущий. В частности, украинскому президенту не удалось выступить на совместном заседании Конгресса. Сам Вадимир Зеленский назвал свои беседы с сенаторами сильными. Мы говорили об очень многих вопросах. Мы довольны, что сенаторы, Конгресс и США, разумеется, весь американский народ нас поддерживает, поддерживали нас с первых дней полномасштабной войны. Мы говорили обо всем, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог с сенаторами. Джо Байден в своем публичном выступлении после встречи с Вадимиром Зеленским сделал упор на том, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны США. Россия бомбит зернохранилища в Украине и разлучает семьи, похищает людей. Я не могу смириться с похищением тысяч украинских детей. С похолоданием Россия снова использует зиму как оружие против народа Украины. Но, как я говорил с президентом Зеленским, народ Украины готов к предстающей борьбе, и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать. Это были слова президента США Джо Байдена. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». В среду в Азербайджане прошел первый раунд переговоров по Нагорному Карабаху. На них предварительно обсуждался предложенный Азербайджаном план мирного договора. Окончательных решений еще не принято. Дальнейшая судьба армянского населения Карабаха не определена. Власти Азербайджана ранее заявляли, что живущие в Нагорном Карабахе армяне «должны принять гражданство Азербайджана или избрать другое место проживания». Но большинство армян, вероятно, предпочтут покинуть Карабах. О том, что сейчас происходит в Степанакерте, приходится судить по отрывочным видео, которое появляется в социальных сетях. Об этом журналист телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов поговорил с обозревателем редакции «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Нет, конечно, не очень понятно, что происходит, потому что информация самая разная и искажения информации не объективные, не субъективные. Понятно одно, что азербайджанская страна будет пытаться постепенно занять город, занять административные какие-то здания, административные оппозиции. А вот это будет происходить, думаю, что это будет происходить достаточно безболезненно, по возможности, мирным путем. Но как это бывает в таких ситуациях? Конечно, возможно, разные ситуации, разные обострения, потому что, ну, как всегда, да, да, даже когда вы заключаете мир, еще некоторое время звучат выстрелы, так происходит всегда и везде в подобных историях. Сколько это продлится, думаю, что не очень долго, потому что, в общем, ресурсов на спротивление у Карабаха нет. Те одиночки, да, которые могут продавать спротивление, это, в общем, явления не системные, и поэтому я думаю, что направление развития событий достаточно понятно. По поводу жителей, армянских жителей Нагорного Карабаха, ожидалось, что они будут пребывать в Ереван. Наш корреспондент в Ереване, в Армении, говорит о том, что нет пока что никаких беженцев. Мы видим видео, которое распространяет Министерство обороны России, что на их базу пребывают вот эти жители. Вы понимаете их судьбу? Это тоже очень трудно сказать, потому что пока речь идет в поисках временного пристанища, а пережить, переждать какое-то трудное время. Сколько из этих людей намерено уйти на совсем, покинуть места в Карабахе совсем, понять труд. И сейчас абсолютно понятная паника, с одной стороны. С другой стороны, нет никакой логистики для того, чтобы добраться до Армении. И ее нет по объективным и по субъективным причинам. Ну, во-первых, просто одна дорога, по большому счету, которая соединяет Карабах с Арменией, ну, просто не та пропускная способность, который может принять сейчас все потоки людей, которые подвержены этой панике. А с другой стороны, конечно же, и миротворцы, и азербайджанская сторона в этом плане не заинтересованы, конечно же, в этих кадрах массового исхода, потому что, в общем, одно дело, когда люди бегут от войны, а сейчас это будет получше, что они бегут от мира. И в этом плане тактический интерес миротворцев и Азербайджана совпадает с тактическими интересами Еревана, которому совсем не улыбается увидеть всех этих людей на площади в Ереване. Поэтому я думаю, что какое-то время для этого будет связено, видимо, будет организована эта логистика, и вся бюрократия, будут создаваться спинские и так далее, для того, чтобы этому приносить какой-то организованный характер, что будет иметь, конечно, и человеческий, и политический смысл. Вадим, я еще раз хочу уточнить. Вы правильно понимаете, что особенно и Армении, вы говорите, не нужны вот эти вот беженцы из Нагорного Карабаха? Сейчас, конечно, армянской власти тысячи, десятки тысяч людей из Карабаха совершенно не нужны, потому что для Армении сейчас... Армения как можно сильнее пытается дистанцироваться от всего происходящего в Карабахе, и это понятно, потому что вопрос Карабаха для нее закрыт, а вопрос собственной безопасности, в общем-то, не решен до конца. И поэтому, конечно, Армения будет, во-первых, дистанцироваться, с другой стороны, при всех политических трудностях, которые перерывали сейчас армянская власть, еще раз говорю, совсем ей не хотелось бы видеть тысячи людей на площади, потому что они немедленно принадут к протестующим и придадут протесту то второе дыхание, которое ему явно не хватает. Как бы здесь и сейчас, да, азербайджанская власть вроде бы не совсем, вроде бы ни к чему подтверждать какие-то опасения о возможных этнических чистках и побуждать карман от исхода. Но, с другой стороны, за последние месяцы армянская власть сделала достаточно много для того, чтобы армяне Карабаха испытали очень серьезную тревогу за свою судьбу. И уровень ненависти взаимной сейчас, как всегда бывает, зашкален, но по нему довольно трудно судить, что будет, скажем, через 2-3 месяца. Потому что сейчас ситуация реактивная, она, конечно, будет меняться, но в какой степени она будет меняться, непонятно, потому что, ну, в общем, как по мере успокоения люди будут принимать решение уходить или не уходить, а страхи будут оставаться. И предсказать развитие отношений Баку и Степана Керта, вот как это будет выстраиваться, ну, в долгосрочной перспективе, не ближайшие 3 месяца, а, в принципе, люди будут об этом тоже задумываться. Довольно трудно, и поэтому это тоже будет влиять на решение. Я не думаю, что будет поваренный исход. А я думаю, что очень многие уйдут, конечно. Но я пока не совсем согласен с теми, кто говорит о деарменизации региона Пул. Тем не менее, как вы считаете, вот те беженцы, которые жили там в Баку, в Азербайджане, из Нагорного Карабаха, из района, прилегающего к Нагорному Карабаху, они станут возвращаться в свои дома? Это тоже большой вопрос, потому что я думаю, что в процессе решения этой проблемы Азербайджан вполне может поставить вопрос о том, что те, кто ушел, им уже будет запрещено вернуться. Такое тоже может быть. Я думаю, что на решение им будет давать шанс. Но это зависит от очень многих вопросов, потому что, ну, скажем, есть Гадру, из которого армяне вышли три года назад. Ну, в общем, никаких признаков того, что возможно возвращение сейчас, их нет. Но, в принципе, теоретически мы не можем исключать, что каким-то образом будут решены эти вопросы. Но это комплекс очень больших проблем, очень больших переговоров, и они завязаны в пакет самых разных договоренностей, которые не имеют, не всегда имеют отношение даже к Карабаху. Это просто вопрос о урегулировании широкого между Арменией и Азербайджаном, где это будет в качестве отдельной статьи, отдельной главы и отдельного пункта переговоров. Поэтому сейчас предсказать довольно трудно. Ну, Вадим, мой последний вопрос. Вчерашняя встреча представителя Азербайджана непризнанного Карабаха ничем не закончилась. Вы понимаете, какие основные могут быть сейчас разногласия? Я бы не сказал, что там были какие-то разногласия. Это, естественно, понятный процесс, который только начинается. Это была первая встреча. Она явно, безусловно, могла быть только ознакомительной, а только предварительной. Это как бы, думаю, что стороны обсуждали не вопросы, которые нужно обсуждать, а порядок обсуждения этих вопросов большей частью. А были переданы некие документы, некие предложения. Поэтому это предварительная встреча. И по ней довольно трудно судить, как может идти процесс дальше. Но то, что она состоялась, мне показалось, что есть какие-то надежды на дальнейший конструктив. Хотя это будет очень трудный процесс. С журналистом «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым говорил мой коллега с телеканала «Настоящее время» Владимир Михайлов. В мире вновь растет заболеваемость с коронавирусной инфекцией. Она связана с появлением нового штамма. На этот раз его назвали не по букве греческого алфавита, а по названию астероида – перола. Пока что, судя по мировой статистике, перолы не очень часто приводят к тяжелому течению болезни. Но эпидемиологические службы и ученые призывают отнестись к новой вспышке серьезно. В некоторых странах вновь вводят ковидные ограничения, пока в основном в медицинских учреждениях. В подмосковной больнице «Коммунарка» расконсервировали так называемый ковидарий. О том, почему рано относиться к ковиду, как к очередному ОРВИ, моя коллега Любовь Чижова поговорила с генетиком Дмитрием Прусом. Появился новый штамм перола. Насколько он опасен, по вашему мнению, и стоит ли вообще обращать внимание на его появление? Нам, занимающимся эпидемиологией, людям эволюционной генетикой вирусов или публичным общественным здравоохранением, конечно, обращать на это внимание надо. Потому что пандемия с нами очень недавно еще. Трех лет реально не прошло. Кто знает еще, какие вирусы могут выкинуть коленца и хранить его преждевременно, как ставший каким-то незначительным, несущественным, не опасным вирусом, еще рано. Да, действительно, последние витки эволюции пришли к тому, что вирус пытается все время создать новые варианты, которые способны заразить новую массу людей. И это в какой-то мере получается. Но большой опасности, тяжелой заболеваемости от этого нет. Тем не менее, это по-прежнему более серьезная угроза здоровью, чем грипп. И в связи с тем, что эволюция вируса прошла совсем немного времени, нельзя сказать, что мы должны быть уверены, куда она приведет на следующем витке. Поэтому специалисты по-прежнему очень внимательно пытаются отслеживать, как именно эволюционирует вирус, какие новые необычные варианты появляются. И с надеждой упредить следующий удар вируса, если такой случится, чтобы не было у нас нового казуса, как было с появлением омикрона. В этом плане перола вызвала огромный интерес специалистов, потому что по мутационному спектру, по богатству мутаций, она отличалась от существующих вирусных штаммов почти так же сильно, как в свое время омикрон отличался от дельты. При этом не просто огромное количество мутаций появилось, это бывает иногда у мертворожденных ветвей эволюции, когда вирус скорее сам себя обманул этими мутациями, чем нас. Да, он приобрел огромное количество мутаций, допустим, по действиям мотогенных лекарств, таких как популярных в свое время в России фавоперавир. Но эти мутации ему не очень допомогли, они оказались в основном вредными. С пиролой ситуация другая. Сразу же, буквально в первые же дни, этот штамм вируса нашли в многих странах, в многих континентах, в многих образцах. Поэтому стало ясно, что он вполне же неспособен. Вполне способен заражать людей, передаваться, путешествовать с авиапассажирами на далекие расстояния и так далее. И поэтому сразу забили тревогу. Не потому, что от него видна какая-то страшная угроза смертей литеровой заболеваемости или массовой вспышки, а потому, что достаточно тех факторов, что это очень сильно мутированный вирус, и что он же неспособен распространяться, чтобы сказать, надо обязательно это отслеживать, надо обязательно контролировать, насколько он далеко разойдется, какой его потенциал и с точки зрения инфекционности, и с точки зрения патогенности. К счастью, первые полученные данные говорят, что на текущем витке эволюции перола вполне жизнеспособный и способный определять именирштамм, но не настолько уж заразный, чтобы за какие-то считанные недели или месяцы вытеснить все остальные штаммы и привести к тяжелым эффектам для здоровья. Пока она распространяется в суммирной скорости. Если что-то с ней случится более опасное, то время отреагировать еще будет. Для того, чтобы знать, нет ли реальной угрозы человечеству, важно только одно. Важно продолжать расследовать, контролировать, изучать новые вариации вируса. Успокоиться и говорить, что все в порядке, он уже улегся в тихое русло и никогда больше не вызовет новых волн критического размера. Это делать еще рано. История показывает, что после многих пандемических событий, после испанки, после гриппа, уже после военных лет, часто случалось так, что общество расслаблялось, говорило все, страшный грипп прошел, можно снимать маски, возвращаться в школы, гулять, развлекаться и так далее. И на этом фоне, на фоне ослабления внимания, на фоне ослабления мир приходила еще одна последняя волна, которая оказывалась не менее опасной, не менее смертельной, чем те предыдущие, которые напугали людей. А тут мы уже бояться перестали и последнюю волну прошляпали. Вот этого не надо делать. Такова природа человечества. Не могут люди волноваться о какой-то угрозе до бесконечности по мере того, как она становится привычной. Очень часто рассказывают такую полунаучную теорию, что по мере того, как вирус эволюционирует, он должен перестать быть очень опасным. А то типа говорят, как же так, вирус всех убьет, и кого же он тогда будет заражать. На словах эта теория выглядит, может быть, и логично, на практике логики в этом нет, потому что если вирус убивает даже достаточно небольшой процент людей, это никак не мешает его распространению. Гораздо более опасные болезни распространялись. И в природе есть, может быть, не в человеческой среде, а среди ветеринарной болезни, примеры инфекционных заболеваний, которые увеличили свою опасность, а не уменьшили в ходе эволюции. Это, допустим, мексоматоз у кроликов в Австралии. Да, вначале кролики привыкли к нему, к этой болезни. Вирус тоже эволюционировал так, что она как бы стала эндемической, менее заразной. Потом на новом витке эволюции этого патогена он стал убивать бедных зверюшек гораздо более активно, чем умел когда-то. Проблема в том, что когда многими миллионами, когда многими миллиардами случаев вирус распространяется, или какой-то патоген распространяется от организма, то есть дает ему огромные эволюционные возможности. Столько индивидуальных случаев отбора. Можно отобрать иногда что-нибудь совершенно неожиданное, непредвиденное. Поэтому, да, людям, собственно, по природе человеческой, им как бы нормально поволноваться, поволноваться, поволноваться и расслабиться. А вот биология так не работает. Не то, что вирус там поволновался, 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 убьет ли он этого человека, а потом сказал, ладно, черт с ним, пусть живет. Это так эволюция не работает. Новый виток болезни, если он вдруг будет увеличиваться, он будет увеличиваться при медицине и науке, которая уже полтора года работает на фоне войны России с Украиной. Вот как вы думаете, это наложит какой-то отпечаток на эту самую борьбу с ковидом в России, которая ведет войну в Украине? Хватит ли ресурсов, научных, медицинских ресурсов на новую борьбу с ковидом? Вот что я хотела спросить. Очень волнует, и оптимизма большого у меня в этом плане нет. Потому что даже до того, как началась война, российское здравоохранение отличалось некоторыми такими пещерными тенденциями. И как положено в системе развитой коррупции, много денег уходило впустую на всякие бесполезные распилы, а то и вредные. Достаточно вспомнить ужасную историю с эпивак-короной, так называемой вакциной, которая, судя по всем данным, не только не помогала людям, но и портила им здоровье. Но огромные деньги пошли на то, что люди иногда называют фломицины, субсидируемые государством лекарства с нулевой эффективностью типа орбидола. И сейчас, конечно, в связи с бюджетным кризисом борьба за государственную поддержку медицины стала еще более зловещей. Денег меньше, голода больше, и те, кто хочет их получить в свой карман. И поддержка, конечно, сокращается. Если вы слышали даже про ослабленный с вами спутник, теперь люди должны во многих местах покупать за свои деньги уже больше не поедут. Уже несколько месяцев окончилась пара программ о господдержке этого дела. В общем, конечно, есть опасения, что просто ухудшившаяся бюджетная проблема нелегко скажется. Но есть проблемы и кадровые, люди уходят, в том числе технический персонал больниц. И, конечно, не решаемая практически никакими официальными способами проблема прекращения экономических связей, закупок идущих через какие-то четвертые, пятые, седьмые страны. Все это осложняет ситуацию. Единственное, что в данном случае надо сказать, что у России есть немало других проблем с здравоохранением, которые грозят. И, наверное, в условиях того же бюджетного и санкционного кризиса гораздо больше, чем кофе пока. Их много. Вот начиная хотя бы с туберкулеза. С генетиком Дмитрием Прусом говорила Любовь Чижова. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте на нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Касторов, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто из политиков сделает вас богаче? Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Я надеюсь на себя, прежде всего. Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче. Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников. Путин всегда был, он и есть, и он и будет. Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние. Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных сеченых, там если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало. Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...